Новый подрядчик завершит ремонт в областной детской больнице. Статус капитального ремонта сменит текущий. Об этом на брифинге для средств массовой информации сообщил главный врач Кустанайской детской областной больницы Нурлан Ержанов. Когда завершат ремонтные работы и как сейчас получают лечение пациенты, расскажет Айдана Папанина. Областная детская больница вот уже два месяца как расположилась в модульном центре. В течение этого периода здесь получили лечение более 600 пациентов. Проведено 326 операций. По словам руководителя хирургического сектора Игоря Белобрижицкого, работа в больнице налажена. Показатели положительные. Летальных случаев за последние два месяца не было. Здание одноэтажное. Если, допустим, здание высотное, там обязательно есть лифты. Это создает определенные сложности. Потому что, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, его нужно поднять на шестой этаж в реанимацию. Что делается? Больной на каталке везется, вызывается лифт. Хорошо, если лифт рядом стоит, ждут. Обычно так мы и делаем, предупреждаем лифтера. То есть у нас время уходит драгоценные минуты для того, чтобы пациента поднять, скажем, на шестой этаж, перевести его, переложить. Здесь все на первом этаже. От операционной до реанимации. Только больной завозится на каталке скорой помощи, он тут же на первом этаже. Если его надо в реанимацию, он тут же. Буквально через 20 метров он уже в реанимации. На территории этой же реанимации находится операционный блок, где делаются операции. В новом здании есть все необходимое. Современное оборудование и хорошие условия. Маленьким пациентам здесь проводят экстренные хирургические вмешательства, плановые операции или лечение терапевтического профиля. Что касается основного здания областной детской больницы, то капитальный ремонт с прежним подрядчиком продолжать не будут. Как пояснил главный врач Нурлан Яржанов, представители компании до сих пор не предоставили исполнительную документацию. Имея между нами с ними договорные обязательства, они обязаны были предоставить эту документацию по акту приема-передачи. Правильно же? Согласно, я думаю, юридически каких-то норм. При этом я лично не видел этого человека, который принес эту документацию, отдал, оставил у секретаря и спокойно удалился. Теперь мы эту документацию сразу же переотправили в организацию, которая занимается корректировкой ПСД, на что получили ответ. Представленные чертежи по системе отопления являются копией чертежей проектной документации. То есть это не исполнительная документация, это всего лишь проект скопировали и нам отправили. У нас есть эти проекты, зачем они нам их отправляют, непонятно. Планировки в чертежах не соответствуют фактическим планировкам по этажам. Всю документацию руководство больницы предоставило журналистам для ознакомления. Дальнейшее сотрудничество с прежним подрядчиком, говорят, невозможно. В рамках законодательства право о прекращении строительных работ принадлежит заказчику, пояснил юрист Ренат Бесенов. Он имеет право этот ремонт прекратить. И при этом он обязан согласовать данный вопрос с владельцем, потому что это является государственной собственностью. Естественно, это согласовано с вышестоящими органами, которые являются владельцами наших зданий. И дальше уведомить все органы, которые являются контролирующими и другими органами. То есть полностью все это уведомить. Естественно, после принятия этого приказа, потому что я юридическую часть отвечаю, поэтому рассказываю, все органы, правоохранительные органы, прокуратура, Акимат, органы строительные, все были уведомлены в установленном порядке. В итоге капитальный ремонт с прежним подрядчиком прекратят. Дальше в здании пройдет техническое обследование. Комиссия определит объем работ. Затем будет назначен новый подрядчик, который завершит уже текущий ремонт. Летом руководство планирует переезд в основное здание по улице Буковского. Айдана Папанина, Олжас, Есен-Жигитов, телеканал Кустанай.